Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Вы, наверное, сейчас думаете, что только что же я снимала видео, которое называлось «Уезжаю из Парижа». Так вот, прошло, на самом деле, уже прошло полгода с того момента, как я снимала это видео, если даже не больше, ну, где-то полгода как раз. И сейчас я нахожусь в квартире, которую я сняла в Париже. Посмотрите на мой вид из окна. Вид у меня выходит на парк, сейчас я вам покажу. И так, французское окошко. Погуляют своих собачек французы. Сегодня воскресенье, поэтому половина магазинов, как вы можете заметить, закрыта, а так это очень оживлённый район. Сейчас буду вам всё-всё-всё рассказывать, будем говорить с вами по душам. Итак, как же так получилось, что я снова оказалась в Париже, хотя вроде бы говорила, что хочу путешествовать, ездить и так далее. Если честно, это будет совершенно неструктурированный разговор, потому что я не знаю, с чего начать, не знаю, чем закончить, поэтому я просто буду вот действительно по душам с вами говорить и расскажу о своих чувствах, эмоциях и планах на ближайшее будущее. Итак, в том видео я говорила, что хочу путешествовать, смотреть мир, за те деньги, за которые можно жить в Париже, можно там пол Европы объездить и так далее. Так вот, я за это время прожила месяц в Нью-Йорке, побывала в Петербурге, съездила в Барселону и в Мадрид, и побыла, собственно, дома в Риге, что мне, кстати, тоже очень пошло на пользу. Итак, что касается путешествий, еще будучи в Барселоне, если честно, я поняла, что я устала не иметь перевалочного пункта, то есть мы были в целом в Испании около двух недель, и это было довольно-таки долго для меня, то есть под конец, когда мы уже приехали в Мадрид, но Мадрид сил не хватило, мы просто выходили под вечер около пяти, смотрели, вот все от меня ждали в Инстаграме список мест в Мадриде. Так вот, у меня он был, но я не опробовала места, поэтому решила не делиться списком, потому что это будет иначе как бы неинтересно. Вот такой, что сил как бы не хватает очень много на путешествия, устала я от путешествий. И конкретно почему, я вам сейчас напомню, я уехала тогда из Парижа, у меня заканчивался контракт на жилье, и мне надо было либо быстро что-то искать новое и переезжать, но так как учебы у меня уже в Париже не было, то это как бы было бы такое решение, ну типа, просто буду жить и наслаждаться жизнью. Или уезжать из Парижа и смотреть, что дальше, и я выбрала второй вариант, потому что я всегда могу сюда вернуться, собственно, как я сейчас и сделала. И могу немножко отдохнуть, поразмыслить, подумать о том, хочу ли я возвращаться. Вот тоже очень был такой важный момент, тот факт, что я собиралась провести месяц в Нью-Йорке, и, как вы знаете, я с детства очень люблю Америку, и хотела довольно долго туда переехать. И мне казалось, что, возможно, произойдёт так, что я съезжу в Нью-Йорк, забуду про Париж, и решу, что всё, я нашла своё место на земле, и я хочу быть в Нью-Йорке. Америку я всё ещё люблю, Нью-Йорк мне очень сильно понравился, но я осознала одну, наверное, очень-очень важную вещь. Я с самого детства пыталась выбрать самый сложный путь. Мне всегда надо было поставить себе нереальный челлендж, его пройти, да ещё и на отлично, и потом я могу считать, что я молодец. И то, по истечении какого-то времени я забываю о том, что я молодец, и начинаю недооценивать себя, недооценивать свои труды, забываю о том, что я прошла, и просто обесцениваю свой труд. И это всё идёт по кругу, я ставлю себе новый челлендж и так далее. Так вот, когда я заканчивала школу и думала, где я хочу учиться, конечно, класса до 10-11 я знала, что хочу учиться в Америке, потому что я всё детство туда ездила, и мне очень-очень там нравилось. Я прям думала, что это рай на земле, я уезжала из пасмурной Бриги в солнечную Калифорнию, и мне казалось, что всё здесь и идеально просто. Потом, конкретно с Калифорнией, я уже в более сознательном возрасте когда-то съездила, поняла, что нет, всё-таки здесь не всё так круто, как я видела в детстве, всё-таки это не совсем моё, поэтому, собственно, и Нью-Йорк меня так интересовал. Но когда я в 11-м классе, даже ещё в 10-м, стала смотреть возможности обучения в Америке, поняла, что в целом это очень-очень сложно, потому что визы, документы, это очень дорого стоит, это далеко от семьи, мне не было 18-ти, когда я заканчивала школу. Потому что стипендии, даже те, которые я находила, они не покрывали всю стоимость, и опять же, мне ведь надо было в самый лучший университет, мне не подходил какой-нибудь там комьюнити колледж или что-то такое, поэтому я просто в один момент поняла, что, наверное, всё-таки это не мой вариант пока что. И я решила найти такой промежуточный вариант, как я думала на тот момент, я всё ещё хотела поступить в топовый университет, и, что самое главное, я хотела учиться в крутом городе и учиться бесплатно. И этим городом оказался Париж, как я не раз говорила, я никогда не грезила Парижем, никогда не мечтала сюда переехать, я была здесь всего лишь раз до того, как переехать, и причём пробыла довольно долго, я целую месяц здесь прожила, проходила на курсы, и мне здесь не очень понравилось, то есть уехав обратно в Ригу, у меня не было мысли, что всё, я поступаю в Париж в следующем году, нет. Просто стала рассматривать варианты и осознала, что, наверное, совместив все вот эти параметры, которые я ищу, вот Париж именно подходит лучше всего. Так вот, и долгое время, которое я жила в Париже, и, наверное, я сама себя особо не отдавала в этом отчёт, не признавалась, то, что у меня было чувство внутри, как будто бы я согласилась на меньшее, как будто бы я не проверила свои силы, и вот, что я могу большего, что я могу всё-таки поехать в эту Америку и учиться там. Это, знаете, не даёт тебе сидеть ровно, потому что ты думаешь, а может быть, я могу больше, а может быть, жизнь ещё будет лучше, а может быть так, а может быть так. И вот как раз, когда мне надо было съехать с квартиры, я почувствовала, это как такой толчок, что вот мне надо съехать с квартиры, я скоро поеду в Нью-Йорк, может быть, мне расхочется жить в Париже, хотя моя жизнь здесь была очень классная. И, собственно, я решила уехать. За это время я успела вернуться из Нью-Йорка, пожить в Риге, вот встретиться менее со своим дядей, который психотерапевт, который всегда мне помогает встать на путь истинный, и немножко как-то просто разговором, беседой, диалогом вытаскивает из меня те слова, которые я сама не могу себе признаться в них или не могу осознать, что эти слова так важны. Если говорить простым языком, то просто я поняла одну вещь, что я очень долго усложняю себе жизнь. Вот даже сейчас я сижу и думаю, почему бы мне не сделать магистратуру? Я начинаю смотреть самые лучшие университеты, желательно на английском языке, желательно или в Париже, или в Амстердаме, или еще где-нибудь. И мне вот дядя мой сказал, а зачем тебе это надо? Во-первых, зачем ты усложняешь себе жизнь? Ты и так зарабатываешь, ты и так занимаешься любимым делом. Что тебе даст вот еще одно образование, кроме того, что у тебя будет галочка второе образование? Почему я не могу выбрать какой-то менее престижный университет? Почему я не хочу пойти в ту же Сорбону, хотя в Сорбону я больше не хочу идти? Понятно, почему, если вы смотрели мои блоги, мне хватило. Но в целом я тоже поняла, что вот эта учеба — это такое своеобразное оттягивание взросления, потому что когда ты учишься, у тебя всегда есть оправдание. Что бы ты ни делал, работал, не работал, поленился сегодня сходить, не знаю, в зал туда-сюда, ты думаешь, ну мне же надо учиться, ну я же студент. И у тебя постоянно вот это оправдание, я студент, от тебя общество ничего не ожидает. Ты студент, ты учишься, ты свой долг выполняешь. Вот как родители, когда детям говорят, твоя задача — учиться. Вот просто в школе сиди себе и учись, больше от тебя ничего не требуется. Так вот, пока ты студент, от тебя действительно требуется очень мало. А когда ты перестаешь быть студентом, ты начинаешь думать, «Так, а что дальше? Устраиваться на работу или не устраиваться на работу? Заниматься фрилансом или не заниматься фрилансом? А где мне жить? А жить мне там или жить мне здесь?» Ты как бы никуда не привязан. И меня здесь, в Париже, этот университет привязывал и к месту, и к городу, и даже к району, в котором я жила. Я жила недалеко от университета. И всё как бы крутилось вокруг основы определённой. И этой основой у меня был университет. Сейчас этой основы нет вообще. То есть, с одной стороны, это то, о чём я очень сильно мечтала год назад. Ещё, вот, что я буду делать, что захочу, буду снимать видео, буду... Короче, если бы меня год назад показали бы меня сейчас, я бы подумала, неужели оно сбудется когда-нибудь. Так вот, и теперь я не имею этой основы. И от этого как бы ещё сложнее, потому что ты не знаешь, откуда подойти. С чего начать? Чем заниматься, чем не заниматься? Чему уделить время, чему не уделить время? Как бы нету стержня. И что ещё более важно, я поняла, в моей жизни нету какой-то хотя бы краткосрочной цели. То есть, например, не знаю, получить французское гражданство. Нет такой цели. Уехать куда-нибудь нет такой цели. Получить какое-нибудь образование? Нет. У меня нету вот прямо глобальной масштабной цели, чтобы я знала, как поэтапно к ней достигнуть. И вот, например, получить бы магистрскую степень, это была бы цель. И я знала, что вот диссертация, тезис, вот, и я потихонечку иду к цели, и я знаю, как это делать. Тут же, когда ты не учишься, всё наоборот. Вроде бы ты этого так долго ждал, а вроде бы начинается какой-то период очень депрессивный, и ты не понимаешь, что. И вот я на этом порыве думала, а не поступить ли мне бы ещё в какой-нибудь университет? Может быть, мне стоит продолжать учиться? Немножко ушла от темы, что я поняла насчёт Америки, что я как раз-таки, вот, очень важно было то, что я осознала, что я ставлю себе вот эти непонятные челленджи, непонятно зачем, и они абсолютно бесцельны. То есть моё желание, например, уехать из Парижа, я не говорю, что я уезжала из Парижа, чтобы переехать в Нью-Йорк, но, ну, я допускала такой вариант, как бы я не была в Нью-Йорке, я не могла только утверждать, но вдруг что, кто, я не знаю. Новые эмоции, новые впечатления в любом случае меняют мировоззрение, и даже цели могут измениться. Ну, вот. И я поняла, что я готова применять Париж, готова применять город, в котором у меня есть друзья, друзья, которых я очень люблю, и это те друзья, с которыми вы сидите в ресторане и обсуждаете не кто, что, куда, за сколько и так далее, А мы действительно обсуждаем разные философские темы, мы можем обсуждать искусство, можем обсуждать какой-то исторический факт или не факт, и спорить с этим, кто прав. И у нас очень интеллектуальные разговоры, беседы. Я даже поняла, что я была бы не против с моими друзьями вот так общаться до старости и в старости, и всю жизнь, короче. И почему я хочу применять вот то, что у меня есть, опять перечислю друзья, знания этого города, знания этого языка, здесь с этим городом также связана моя работа отчасти, я сейчас расскажу вам про свой гид, который я выпустила. Короче, одним словом я хочу применять вот всё, что у меня есть ради бессмысленной цели, бессмысленного желания, без как бы беспродолжительного желания поехать, например. Я не собираюсь в Америку, но вот, например, предположим, я уеду туда, я спущусь ещё на уровень ниже, я вот в том видео говорила, что я устала жить там в маленькой комнате, жить без туалета, что я хочу какой-то level up сделать, что я хочу жить дальше, двигаться дальше и подниматься на уровень выше, то я понимаю, что Нью-Йорк, в принципе, меня опустит ещё ниже, что я буду за большие деньги точно так же снимать какую-то маленькую комнату в Бруклине, что у меня на самом деле не будет мотивации ничего делать и снимать видео, потому что у меня будет депрессивное состояние, и я это по себе знаю. А потому что так чаще всего происходит, когда ты много чего ждёшь, ты думаешь, а вот когда я окажусь там, всё, моя жизнь заиграет новыми красками. Но нет, оно всё на деле не так происходит, я буду одинока, у меня не будет там моих близких друзей, я буду приезжать домой в Ригу крайне редко, мой молодой человек останется в Риге, мои родители останутся в Риге, и никто меня там навещать не будет. И самое главное, ради чего, то есть если бы у меня была бы цель поступить в университет, построить карьеру, быть, не знаю, юристом, или в конце концов выйти замуж за американца, у меня нет таких целей. Тогда зачем? Зачем променивать то, что есть, на вот эту идеальную картинку, которую ты себе представляешь, при этом что ты осознаёшь, что это всё лишь картинка, и всё будет по-другому? И тогда я просто стала проще относиться ко всему, и решила, что я буду отдаваться течению, я буду делать всё по ходу дела, как смешно бы это ни звучало. И я тогда сидела в Риге, я хотела куда-то поехать надолго, мне уже сиделось в Риге, хотела, вот искала на пару месяцев квартиру в Вене, и я решила, вот где найдётся квартира, туда и поеду. Даже, кстати, если это было бы в Нью-Йорке на пару месяцев квартира, может быть, я бы туда поехала. И вот случайно, совершенно, я вижу объявление, что женщина сдаёт квартиру, причём там не было никаких подробностей, ни оценений, где находится, нисколько метров, и объявление было уже месяц, но я думаю, была не была, напишу. Я написала, и оказалось, что женщина сдаёт конкретно помесячно, то есть её не интересует посуточная аренда, и не особо интересует сдать с контрактом на год. И я такая, блин, это же то, что мне надо. Потом я узнаю, ну цена, окей, может быть, там не идеально для меня подошла, но в целом всё по характеристикам мне подходит. И я подумала, а не тот ли это сигнал судьбы, не то ли это течение, которого я ждала? И я решила просто, да, я поеду в Париж, я попробую. И я сейчас здесь, конкретно у меня нет обратного билета, но квартиру сняла всего лишь на месяц. Я сейчас думаю, у меня есть вариант съездить на Новый год в Ригу, в январе съездить, может быть, не знаю, в Италию, в Англию, куда-нибудь. Второй вариант это снять здесь ещё что-то, начать снимать субаренды по две недели, по три недели, немножко поскитаться, потому что я не хочу, опять же, загадывать и снимать, там, искать себе контракт на год, плюс фиг мне его ещё дадут, такой контракт. Короче, я решила посмотреть, как будет, может быть, я останусь здесь на Новый год, может быть, я уеду в Ригу и потом обратно сюда вернусь, но то, что я хочу, наверное, этот год быть то тут, то там, но большую часть провести в этом городе, не этот год, а следующий год, скорее всего, посмотрим. Я не хочу кричать громкие обещания, просто потому что потом надо будет оправдываться, а что, почему, ты же говорила так. Я хочу также сообщить, друзья, что пока я была в Мадриде, я запустила свой гид, это то, над чем я работала очень-очень долго, скорее, на самом деле, больше года, больше года назад ко мне пришла эта идея, и уже больше года, как я параллельно с университетом его писала. Итак, что это такое? Если вдруг едете в ближайшее время в Париж, да даже если вы не едете в Париж, просто интересуетесь городом, вам будет интересно, потому что я написала гид по Латинскому кварталу, это мой любимый район, район, в котором я прожила три года, район, в котором я училась, проводила большинство своего времени и знаю его как свои пять пальцев. Я написала маршрут, очень необычный, не очень туристический, но при этом вы увидите главную достопримечательность этого района, я расскажу историю каждого места, даже будут советы, где пообедать, где покушать и в какой музей зайти. Маршрут рассчитан на весь день с учетом, если вы заходите в те музеи и кушаете там в местах, которые я упоминаю. Все подробности в моем инстаграме вы можете просто написать мне в директ. Также я создала карту маршрута, то есть вы можете себе на телефоне, будь то в Google Maps или еще в другом приложении, вы сможете открыть себе карту и ходить по маршруту. Моя задумка была такая, что вы либо дома прочитаете все, что я написала, либо по ходу дела будете читать и идти по маршруту. В общем, я сэкономлю вам время, если вы собираетесь в Париж и вы начинаете гуглить, просматривать всех блогеров инстаграма, куда что сходить, то за небольшие деньги у вас будет составлен целый маршрут с историей, с советами, и вы отлично проведете время. Сейчас я уже готовлю второй маршрут, который будет по правому берегу, левый берег — это латинский квартал как раз-таки, правый берег, там будет море и вот примерно 8-9 округ, вот что-то там. Я как раз-таки приехала, полна вдохновения и силы, мотивации закончить его, потому что создание того маршрута у меня затянулось, и это было тяжелее, чем я думала. Особенно тяжелее было оформление всё, именно дизайн самого гида. И я просто как перфекционист пыталась придраться, вот с иголочки просто всё сделать. И когда я смотрю, как другие блогеры делают какие-то свои инфопродукты, вот так вот просто за неделю, и я думаю, как? Как? Я столько просто времени трачу, мне так хочется, чтобы всё было идеально, чтобы ни к чему нельзя было придраться. И я тоже стала думать, может быть, надо проще относиться, но нет, всё-таки я буду делать всё идеально, как я и хочу. Так что, ребята, если хотите приобрести мой гид, то пишите мне в Инстаграме в Директ. Я думаю, что я в скором времени создам одну страничку отдельную для своего гида, потому что уж очень много сообщений у меня сыпится в Директ, и я просто могу потерять там, но пишите, я всё буду просматривать. Также я пока здесь, я возьму пару личных экскурсий. Я на самом деле пару раз такое уже промышляла в Париже, когда здесь жила, но никогда не афершировала это на Ютубе и особо в Инстаграме. Так вот, сейчас я говорю это открыто здесь. Если вы вдруг едете в Париж, как раз-таки вот сейчас середина ноября, помню, 20 декабря я точно здесь буду дальше, я не знаю как, но, возможно, тоже буду, и если буду, то экскурсии тоже будут. Это будет личная экскурсия, то есть я не набираю никаких групп, это максимум 3 человека, желательно, чтобы вы были знакомы между собой. И я буду показывать вам Париж, это тоже будет в таком формате. Я не позиционирую себя как профессионального гида, потому что я не профессиональный гид, у меня нет лицензии гида. У меня села камера, поэтому записываю видео на телефон, пока она зарядится. У меня лицензии гида, конечно же, нету, хотя, в принципе, как у большинства гидов в Париже. Я считаю, что на основании того, что получила диплом искусствоведа Сорбоне, на основании тех книг, которые я прочитала, на основании своего огромного интереса к истории, к истории Парижа, мне есть, что вам рассказать, и я могу взять на себя такую ответственность. Но предупреждаю, что это не будет экскурсии по типу «Вот, Людовик такой-то в этом-то веке». Это будет, скорее, дружеская прогулка, вследствие которой вы узнаете интересные факты, увидите интересные места, узнаете что-то об истории Парижа. Я покажу, где покушать, где классно провести время. Даже, возможно, мы всё лично обговорим, зайдём в какой-нибудь музей, у меня уже есть один на примете, и что-то вам там рассказать. Конечно же, количество мест очень ограничено. Я не буду проводить много таких экскурсий. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Я полна вдохновения, силы, мотивации. Всех люблю, всех целую. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, не забывайте поставить лайк этому видео, на мой канал, конечно, тоже подписаться. Но мы увидимся с вами в следующем видео. Будет много классных парижских влогов. Всем пока!